дамы и господа всем привет и добро пожаловать на канал ксения телеви телеви стиль жизни сегодня хочу вам показать несколько интересных сумок на начнем мы с одной потому что с другой случилась небольшая заминка про это потом расскажу и про нее я сниму тогда когда получу ее это будет несколько частей потому что это я должна отдать маме я ее покупала для мамы с чего начать мама захотела красную сумку у нас в стране такая небольшая проблема с яркими вещами как вот это вот рубашка эту рубашку я купила в попытке купить красную рубашку это из-за иммануэль магазина кстати очень хорошая рубашка оверсайз приятная хлопок шелком прям супер очень довольна но мы сейчас не о рубашке вот это единственное просто красное что я смогла найти в попытках да я купила что-то в страдивариус потом она постиралась один раз и отправилась в мусор поэтому к сожалению нет вот это единственное нормальное что я могла купить красные про сумки я начала выискивать где можно купить что-то по приятные достаточно бюджетной цене кожи то я сделано желательно в италии и яркие чтобы были яркие цвета и нашла такие фирму и знаете что самое классное что у них есть итальянский сайт это не реклама тоже я от разные сумки покупала у разных завозчиков потому что где-то было дешевле одна где-то лучше другая я просто реально нашла эту фирму сама выкопала и у них очень приятная хорошая цена и очень но они скорее в классическую сторону вещи и что самое классно у них еще есть итальянский сайт то есть то что у нас тут продают это магазин который закупают и продают но есть международный сайт который в италии он продает уже по всему миру и как бы да поэтому где бы вы ни находились вы сможете это купить я нашла тех которые продают в израиле потому что за границей там еще налог там еще это короче я нашла два магазина и один через интернет заказал один в афуле это очень далеко там была цена дешевле один в тель-авиве но там маленький очень выбор другой в тель-авиве там цена дороже но она приближена больше к итальянскому этому сайту оригинальному и короче говоря одно я заказала в афуле и привезли быстрее чем та которую в тель-авиве которые вообще недалеко от моего дома потому что там на таможне застряла поставка и так значит выглядит это все дело вот так она мне стоило сколько нам не стоило 550 шекелей что очень приятно для кожаной сумки я каждый раз вот марка если кому-то интересная каждый раз задумываюсь как правильно сказать сказать что это бюджетно кто-то скажет нет эти цены это уже дорого вот есть дешевле скажешь что это не бюджетное скажут шанель это не бюджет на этаке бюджет кому как я считаю что сумка которая стоит 150 200 евро из кожи сделано витали это очень бюджетно и очень приятно это как бы даже не коуч это не там что-то вот такое да как бы майкл корз я не называю я не люблю эту марку я не понимаю вообще них не качество ничего и затем скорую больше вот эти вот кучу эти все у меня есть несколько маленьких предметов от этих марок они все сделаны в китае я не понимаю почему они столько стоят для меня это странно короче говоря вот так это выглядит я вам оставлю все ссылки внизу и и вот такая вот сумка вылезай сумка кожаная сделана в италии соответственно и цена что 140 евро здесь два замка ручки здесь длинная ручка есть и знаете что самое приятное что у них на замках видите фирменная вот это вот здесь тоже все давайте посмотрим что там внутри тут еще длинная ручка бумага 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 дайте-ка глянем что у нас бумаги бумага нефирменная значит вот таким образом она выглядит вот так слушайте просто шикарно просто великолепно что я могу сказать потрясающе я просто безумно довольна что я вами откопал эту сумку и вы знаете что классно что у них есть цвета не на одном там на одном сайте они по пятьсот пятьдесят а на другом сайте они на том где я заказала себе сумку потому что ну вот где дешевле там очень маленький выбор и по случаю просто это получилось там они стоит помочь 690 вот 690 он-то ближе к цене которая в европе вот короче говоря единственно что меня беспокоит это вот этот вот покрытие здесь знаете как такая как и на ручках краска прорезиненная немного потому что даже бывает на луи бетон и на всяких она отваливается внутри у нас есть карман и кстати что классно это называется таска не лезер марка даже не что у нее даже на подкладке везде напечатана эта марка и реально поверьте мне я привередливый качеству человек очень привередливый я не куплю я сам я я долго думала стоит не стоит он мне понравится я просмотрела на я даже на ютюбе мне она вылезла и свою сумку я именно на ютюбе у одной из америки вообще видом в америку заказала себе несколько вещей этой марки и я просто в ту сумку влюбилась в общем дамы и господа что им скажу средний размер очень приятная вещь я просто очень удивлена и она когда распаковывала это распаковывал ту которую я вам покажу дальше если я завтра смогу и вырвать из лап таможни потому что в магазине и еще не получили потому что не могут ее растаможить там если я заказываю не мог слайд если вы слышала это мопс потому что его корм закончился а тот ком который есть есть он не хочет есть он сидит возле миски и возмущается закончился в магазине его корм и что я должна делать нету привезут на днях он сидит возле миски и возмущается такая вот ручка что я говорила я говорила что я конечно же когда сказала сумку они на днях продали ту которую я заказал и ждут новую поставку и она застряла на таможне это человек который хозяин магазин мне уже 15 раз он не сказал в воскресенье она будет приходи после трех я бы нет ты не напиши позвони я не пойду просто так даже если ты рядом не ходить и вот он это и нету воскресенье это понедельник нету во вторник он не сегодня уже пишет мамой клянусь завтра будет они мне сообщили что она застряла на таможне завтра при зубной я тебе еще позвоню ты не приходи очень извиняюсь извиняюсь ты зря не извиняйся ты лучше приготовить не скидку я можно что-то еще возьму короче говоря я просто очень довольно она шикарно выглядит мне больше реально нечего добавить я уже мне хочется опять стать водить на руку да это не совсем мой стиль мне просто самой захотелось такую сумку еще приятно что есть вот эта штука и вы знаете когда мама про красную сумку заговорила я я как-то тоже эту тему и так вдохновилась то попалась потому что я сначала не посмотрела я и стал вот что-то такое для мамы как-то не особо интересовалась а потом когда начала уже на ютюбе искать я вот это мне попалось я потом я говорю мама я сказала себе тоже она ты же хотела несколько лет красную сумку я бы я и потом я вспомнила что конечно я ходила несколько я не знаю года полтора точно и вздыхала что не привозят от с 98 у них вышли потрясающе красные сумки до израиля их не довозят я ворчала и вздыхала и ждала и проверяла искала и да это проблема у нас проблема они привозят все максимум немножечко более рыжий коричневый или что-то нету цвета есть несколько которые я прокараулила но они были тоже одна была слишком большая в общем я себе тоже заказала тоже красную наконец-то надеюсь что я ее выручу из магазина магазин из таможни в общем дамы и господа я вам оставлю ссылку внизу на и на итальянский сайт и на один магазин где я купила и на второй магазин который здесь они все конечно делают доставку и тот который из тель-авива он гортни ты сделала чтобы можно было забрать в магазине я тебе с посыльным я бы не надо мне посыльных не надо мне посыльных я те посыльные которые мне приезжают я не успеваю выловить вот эту сумку пока получил мне тоже я буду 7 до 7 30 такая окей значит ты приедешь примерно в 9 вечера и что вы думаете он таки приехал все 15 и оказалось что просто не посыльный а так вышло что кто-то кого-то попросил передать и кто-то был видимо из-за фуллы в центре вот парень этот не привез и он все он куда нет проблем я еще посижу подождая как раз вышла в магазин под дому вот и я не могу вот эти все посыльные когда много работы они еще затра звонят причем такие интересные люди все у тебя что нет дома я говорю дорогая ты сейчас где я на работе левая прицепи я тоже на работе они все откровенно удивляются что люди которые заказывают вещи с посыльным домой они касса деньги зарабатывают они поднимают с пола или с дерева снимают они думают верно что у меня дома денежное дерево я просто срываю и плачу как ты на работе да я на работе ладно увидимся в следующей части дамы и господа удачи здрасте следующий день чудеса синематографа не побоюсь этого слова получила я все что надо и даже больше и до того как я вам покажу сумку которую я себе заказала хочу показать еще несколько вещей которые мне кажется они будут полезны и интересны не знаю чем у меня здесь лежит чем здесь лежат мои кредитки я вроде ничего не покупала в интернете за последние два часа значит вот такой вот у меня чехол для airpods наушников вот этой вот марки к чему я вам это показываю он реально кожаный мужа был такой у него наушники наверное два года когда мы купили я ему заказал этот чехол два года у него служил ему ему служит два года он им пользовался все было замечательно потом здесь начала вот это вот отклеиваться вот здесь внутри и тогда я заказала еще один такой же я подумал блин два года прошла начала у себя деву заказывала на amazon или на по-моему на amazon смотреть в истории думаю не может быть так долго и короче говоря уже провела эксперимент подожгла казалось реально кожаный что что 15 долларов реально кожаный реально работает у меня по моему это airpods 2 я не помню и я вам оставлю ссылку внизу если вам надо потому что я думаю есть у них у этой марки для новых наушников потому что он крутой и у меня был до этого это мой чехол красный у него был черный у меня был до этого силиконовый там там прослужил может быть кстати тоже год прослужил тоже нормально ну как бы да это приятнее я заказала ему еще еще один из себе вот красный еще скажите мне как новые вот эти наушники у меня с наушниками всегда проблем у меня от них болят уши у меня это целая драма и от этих вот нет от обычных а вот от таких с проводом болят я вот хочу купить себе еще одни наушники чтобы одни были в сумке одни были дома и я не могу по ними покупать новые или у меня тебе будут болеть уши или покупать еще одни такие же я просто не знаю и причем это такая фигня что ты не знаешь с кем посоветоваться потому что уж это мои только у меня в общем у меня больших наушников болят уши у меня от маленьких от большинства болят уши короче если у вас вдруг от всего болят уши и у вас есть новые airpod скажите мне как вам дальше подруга меня затащила у нас открыли от высоцки какой-то такой чайный магазин это мы не делал чайные напитки узнать как типа я думаю все зашелись грязно уже здесь грязно и там были вот такие чайные набора вода и чашечка сейчас я поставлю не знаю здесь какой-то пляжный отдых изображен вот так она выглядит тела вы что ли называется магазин замечательно вот это вот это грязь или что-то такое помада моя уже не было помад чашечка одной фирмы а чай окей значит мама по-прежнему свою сумку не забрала им хочу просто показать сравнение цвета вот это красный который мамин а вот это красный который у меня он я сначала не показала что он уходит больше в бордовой вы знаете спорный вопрос очень спорный вопрос потому что все-таки он не уходит свеклу он насыщенный красный вот этот более яркий красный на камере он тяжело сказать короче говоря а там внутри я засунула упакованную чашечку для мамы такую же мама это видео не увидит потому что я его специально выпущу после того как мама ее получит сумку и чашечку значит я себе купила вот такую сумку красную мне было не принципиально вот мама хотела именно красную не в бордовой никуда красную не было просто очень хотелось не принципиально яркую красивую для меня это яркая красивая это размер вы знаете она похожа на спиди луи виттон надо принести было бы показать я думаю она размером как спиди 30 я обожаю эти две сумки neverfull и спиди они для меня безумно удобный просто вау в чем отличие знаете снимем целлофан спиди в ручках внутри сделан канат вот здесь внутри у них они более плотные ручки сделан канат чтобы наверное просто ручки были поплотнее потолще немножко было более удобно держать а здесь просто ручки сшитые увидите да просто как бы на полоску кожи сшитые вместе ну поэтому она и стоит 200 евро а не сколько сейчас спиди стоит 1200 евро зависит там с ручкой длинный или нет ну короче говоря да вот стоит на 1000 евро дешевле я купила немножко дороже потому что я покупала в израиле на оригинальном сайте на стоит 200 195 евро но я просто не хотела сидеть переживать возьмут меня налог не возьмут меня налог а если возьмут налог сколько возьмут поэтому я уже просто сразу а будешь если делать доставку из заграницы и заранее оплачивать налог то то на то и выйдет и лучше уж я это в израиле куплю я у них еще одну сумку свет присмотрела мне кажется она будет на мой вкус маловато на оля биркин сделано только не запахивается с молнии но у меня понравился потому что она ля биркина это кстати мне нравится меньше потому что у нее красивый зеленый цвет я могу это вставлю картинку если не забуду в общем ручки свободны здесь тоже название марки здесь видите тоже их видите как приятно у них даже здесь я встану даже их логом их инициалы марки внутри карман и длинная ручка вал и здесь у карман и очень приятная в стиле легкий луи виттон интерьер длинную ручку смотрите карабины и она не для кожаной сумки она не очень тяжелая здесь еще есть вот такая вот на ней тоже есть фирменный этот успокоиться вам это такая кожа которая будет что мне чая ну чтобы жарко стало и горячего чая напилась почему таким образом это дело выглядит пустая видите они очень похожи по своей конструкции только здесь до конца открывается здесь до конца не открывается я не знаю это не уверена что это лучше или хуже очень похожи они по своей конструкции здесь тоже луи виттон сделан из одного из одной части как как это называется компа по-русски я думаю а так прямо далее по надеюсь что моя спиде это 30 потому что я всем избавляет от 30 размер в общем да и ручки как я сказала видите здесь они намного более мягкие и тонкие а здесь они ну как бы они держат форму сколько бы вы не нагрузили они у вас не превратятся они не веревочку да но по сути я не человек который нагружает очень здорово я просто очень довольна ее можно и кросс блади одеть ну естественно штуку тоже можно снять без проблем и и вы знаете что я когда покупала свою спиде мне было очень важно что у нее есть эта длинная ручка сказать что я когда-то ношу ее сильно сильно на плече вот именно на длинные ручки то нет очень редко я чаще ношу ее вот на сгибе руки но для меня это москва я думала если мне корону я все время думаю о том я хочу теперь еще в клеточку купить спиде я всем думаю надо брать с ручкой надо брать без ручки как мне будет лучше потому что когда она без длинной ручки у нее нет еще вот этой вот полоски ну и в общем она стоит конкретно серьезно дешевле там что-то прямо на 200 евро с одной стороны это немного с другой стороны если я практически так не хожу то зачем она мне надо я пришла к выводу что я так не хожу но это безумно удобно когда ты вдруг в магазине и тебе надо что-то взять ее раз повесил на плечо раз сделал через тело повесил сбоку и она освобождает твои руки для какого-то такой-то активности банально иногда садишься где-то поесть и не просто некуда вот суши я сегодня некуда положить сумку я могу ее просто перекину через плечо и знаете сзади на стул посадить чтобы она сидела потому что некуда некуда ее деть или или сидеть вот так или просто я ее одеваю и туда поэтому я поняла что для меня только с длинной ручкой дали там эта полоска и там это все оставьте меня здесь они сделали ручку ну вот так зато как бы да здесь у вас выглядит от мне это тоже совершенно абсолютно я бы не отказалась наверно такой еще черный но у меня есть черная хорошая от с я умею уже показал покажу еще раз потому что я ее модернизировал нет как это доработала и я добавила ей ручку помните у нее были цепочки я добавил ручку теперь можно ходить с ней вот так и у нее появился совсем другой вид посмотрите какой стал элегантный чемоданчик потому что у нее по сути здесь были две цепочки две цепочки эта штука вы не поверите откуда у моего мужа есть от с 98 от этой ремарки рюкзак и вот эта штука она знаете для чего было мы когда это поняли мы так смеялись мы катались по полу просто со смеху на лямках рюкзака вот здесь одевало ну застегивается как бы да чтобы лямки не развязались но и муж посмотреть там ну я могу на одну сиську этого только застегнуть это просто с по его размеру плеч это было мы реально мы катались по полу со смеху когда поняли что этого для этого но реально нам надо как доходит до половины груди и все это было просто смехотворной, мы ее сняли, я ее приспособила себе, как ручку. Видите, где я выходила. Теперь я могу носить ее вот так. Это вообще сумка, я про нее рассказывала, она гениальная. Она, по сути, да, я еще думала, как в нее залезать, если она вот так здесь неудобно открывается, оказалось. Все очень просто. Это просто декоративный момент. Видите? И, если вдруг вы хотите обезопаситься, можно ее повернуть так, и никто к вам ее не откроет, никто к вам не залезет. Далее. Наконец-то я нашла в этом же магазине, совершенно случайно, то есть я видела, что у них они есть, но у меня не было надежды. У меня надежды было просто ноль, потому что, опять же, по той же причине, почему мы смеялись на той вот, на один сосок застегнуть, ни одна кожаная сумка, как они называются по-русски? Я не знаю, как они называются по-русски. Но вы поняли. Вот такая сумка. Мой муж их носит, естественно, не на талии, а я неправильно надела, я ее сегодня несколько раз мерила. Кросс-бади, вот так через плечо. Она ему не налезает, даже полностью расстегнутая, она на него не налезает, она выглядит вот так. Вот сейчас мы ее открыли, она ему хорошо на спине. Мне она, как вы понимаете, да, просто висит до колен, если, а ему вот в самый раз. Это налезло. Это просто... Либо они уже гипертрофированных размеров, он не хочет большую, потому что он часто ее просто складывает в рюкзак или куда-то, а вот так, когда положить телефон, кошелек, там наушники, ни одна не подходила. Ни дизель, ни от ЭС, ничего не подходило. Мы даже смотрели, когда я покупала себе последнего Луи Виттона, мы смотрели даже в Луи Виттон, погранично оно выглядит, и Луи Виттон для него это не вариант, потому что он может где-то ставить, и это не привлекает взгляд, привлекает сопрут вместе с телефоном, с какими-то карточками, с чем-то, потом все это восстанавливает, целая история, поэтому мы решили, что это совершенно не вариант. И вот этой же марки, Тосканская, это кожа, совершенно недорого, потрясающего качества, хорошо сшиты, смотрите, то же самое, все детали, просто вау, здесь замок, и внутри вы открываете, у вас не какой-то там вот это вот, знаете, дерьмище, внутри, приятная, написано, сделано в Италии, приятнейшая, милейшая подкладка, вообще, меня эта марка очень удивила, оказывается, можно делать, и здесь тоже подкладка, можно делать хорошие кожаные вещи в Европе, без того, чтобы они стоили, как Луи Виттон, здесь тоже фирменная подкладка, в общем, что я могу вам сказать, здесь какие-то еще кармашки, слушайте, эти кармашки, они, я думала, они декоративные, а они реально, тут можно что-то засунуть, сюда можно что-то, короче говоря, вау, 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 довольно, здесь оно застегивается, здесь оно увеличивается, и, по-моему, у них не особо большой был выбор цветов, я видела эту, черную, коричневую, еще у них есть такая побольше, но она уже больше похожа на дедушкину, вот, ну что я могу сказать, просто я очень впечатлена качеством продукта, за ту цену, которая есть, впечатлена, то есть я переложу свои вещи в новую сумку, и завтра пойду с новой сумкой, тут, конечно, еще какая-то фигня прицеплена, тут есть дно или нет, тут есть дно, и оно, здесь нет ножек, но тут есть дно, и оно как бы, build-in, оно не болтается отдельно, потому что подклад-то, вот он, оно не болтается между подкладкой и сумкой, короче, ребята сделали очень хорошие вещи, постарались на славу, это нельзя сказать, что это фигня, но ручки, да, они вот мягкие, не такие, как у Ливитона с канатом, и, видите, здесь они, вы видите здесь вот, прям, всем покажу, ну, вот эту вот, вот эту часть, видите, как бы, она здесь открытая, видно, что где что, а здесь оно, конечно же, видите, все запаяно, и совсем другой эффект, но, как бы, извините, и ценовая политика другая, поэтому за эту цену, как они называются, тосканская кожа, ребята, я просто, да, тасканилеза, сделана в Италии, очень впечатлена, короче говоря, молодцы, молодцы, я довольна, я вам оставлю итальянский сайт, и два наших, на котором я купила мамину, где маленький выбор, может, вам там что-то подойдет, и там дешевле, и тот, где я купила свою, но имейте в виду, там, где я купила свою, у них далеко не все есть, в наличии, если вы заказываете у них, а не заказывают там, вы ее получаете, но вы там, типа, да, соответственно, вам не скинуть на голову какой-нибудь налог, или что-то еще, но я думаю, что то, что я хочу, я посмотрю ее размер, я думаю, что она, скорее всего, размером, как вот эта мамина, я бы, я люблю побольше, немного вещей нашу, но я люблю, я не знаю, у меня гигантомания, я люблю сумки покрупнее, посмотрим, я уже закажу, наверное, оттуда, еще у них, я присмотрела, есть вот такая вот для карточек, и с клипсом здесь для купюр, но тоже, я была сегодня, забирала в магазине, в магазине, Телелина Хашманаим находится, Хашманаим 93, что-то такое, и у них не было этой штуки для карточек, и чувствую, что я закажу ее из, все-таки из Италии, потому что цена выходит такая же, как здесь, и налог тоже на нее не будут брать, потому что маленькая цена, очень удобная, я вот такие вещи обожаю, и тем более, что есть всегда, все карточки не помещаются в одну, и ни к чему их пихать все в одну, потому что не все я использую каждый день, вот, и да, дамы и господа, все, наверное, на этом, это такое двудневное видео, которое я буду собирать из разных частей, но я очень надеюсь, что кому-то оно было полезно, может быть, вы найдете себе что-то интересное, если вы ищете что-то такое вот, в бюджетной сфере, но при этом хорошая кожаная, и не сделанная в Китае, не открываешь сумку, и она, что самое главное, это ее открывать, она не смердит химическим кошмаром, она пахнет кожаной, хорошей сумкой, что это просто еще 50% удовольствия от использования продукта вам добавляет, согласитесь, когда вы открываете новую кожаную сумку, или обувь, вы хотите, чтобы у нее пахло хорошо кожей, а не, давайте мы сначала это проветрим, вот, такие были находки, вы не представляете, я перевернула весь мир, когда искала маме, красную кожаную сумку, я еще пришла в магазин, там англоязычная, думаю, она жена хозяина была, и она говорит, она говорит, как она мне сказала, люди здесь очень скучные, она такая на полуеврите, полуанглийском, мы хотим привнести немного цвета, и мы сидим с этим цветом потом два года, я когда с нее требовала зеленую, она говорит, нет, приходит, говорит, хотим коричневое и черное, черное и коричневое, черное и коричневое, коричневое и черное, поэтому мы на сайте даем опции разноцветные, кто хочет, мы ему заказываем сразу из Италии, я говорю, да, поэтому я до вас и дошла, потому что я хотела красную, кожаную и классическую такую вот модель, вот, и это проблема, это проблема, максимум, что вы можете найти красное, это какой-нибудь дешевый дермантин, который просто не стоит и тех 50 евро, что за него хотят, и жалко просто за него платить, какой жуткий получился пердящий звук, все, дабы и господа, пока я не наговорила, Инна, Инна издала, не наиздавала вам лишних звуков, большое спасибо за внимание, увидимся в следующем видео, не забывайте поставить лайк, загнуйте ко мне в Инстаграм, Ксения Терри в Инстаграм, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,